Дорогие друзья, у нас на огоньке артисты Московского театра «Сатиры». Короткие новогодние интервью берет заслуженный артист Республики Александр Ширвиндт. Ну, кончается Олимпийский год. Московский театр «Сатиры», наряду с многими московскими театрами, был участником культурной программы Олимпиады. И сегодня, поэтому, естественно, в конце Олимпийского года, вот такая, что ли, сборная, представители сборной Олимпийской нашего театра. Я начал представить наших спортсменов. Прежде всего, Анатолий Дмитриевич Попанов. Ну, пятиборец. Театр, кино, телевидение, радио, эстрада. Что интересно, во всех видах одинаково напорист, умен, одинаково, я бы сказал, жесток в общении с материалом. Быстрок. Быстр, очень быстро, да. В перемещениях. Из одного вида спорта в другой. А Тольдмитриевич в этом году как-то в другом качестве выступает. Он стал у нас играющим тренером. Вот товарищи знают. Дело в том, что он сейчас играет уже полгода, да, Тольдмитриевич? Нет, уже год и четыре месяца. Год и четыре месяца он играющий тренер. Год и четыре месяца он играет с внучкой. Ну, естественно, тренирует ее в ясли с математическим уклоном. Если примут, конечно. Да, ну, все на вас. Андрей Александрович Миронов. Любовно называем его наш центровой. Скромно называем его наш центровой. Очень часто выигрывал встречи со зрителями. Начитан. Михаил Михайлович Державин. Опытный игрок. Очень хорошая реакция у него на очень плохие пьесы. Ну, и, наконец, наш нестареющий, неувидающий, неувидаемый, как? Одно и то же, да? Одно и то же. В общем, он неувидающий ветеран. Егор Тусузов. Театр сатиры Москва. Егор Баронович Тусузов. В какой замечательной находится форме. Адуменский, Александр Иванович. Не перекрашивай седину. Не опускай устало рук. Взгляни, как хороша рябина, Когда снега лежат вокруг. Пусть в тучах вымерзли все грозы, И журавлиной скрылся клин. Лишь после первого мороза И сладость в ягодах рябинь. Нужно напомнить, кто не знает, Что в марте этого года, уже наступившего, Мы, наш театр, надеюсь, вся театральная общественность, Будет отмечать 90-летие Егора Бароновича Тусузова. Понимаете? Вот, Егор Баронович, Вы знаете, у нас есть такие компании, Бывают журналисты, едут на юг, Где-то на трогах Кавказа Встречаются с долгожителями, Спрашивают, как там все это происходит. И всегда они говорят, столетние, что Ну, горный чистый воздух, Молодое вино, прямо с куста. Вот, Егор Баронович, пожалуйста. Живет в театре сатира, практически, базе, вообще без воздуха. Вина никогда не пил. Не пил вино? Никогда. Никогда не пил вино. Я думаю, все заметили, что в нашем маленьком интервью с Егором Бароновичем Антон Дмитриевич выступает в качестве лирика, Потому что он нам клятвенно обещал, Что в Новый год он входит в совсем другом качестве. А как вы поступите с вашими мультипуляционными героями, Со зверьми в плане лирич? Хотя, я думаю, что у вас вот последний водяной, да? Водяной. Он как-то лирически направлен, да? Он тоже хочет быть лириком, хотя и водяной. Я водяной, я водяной, поговорил бы, кто со мной, А то мои подружки, пияжки, делегушки. Фу, какая гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я, как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водится? Красивно. Эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я, как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать охота. А мне летать охота.